Больше, как 350 отселенных вёсок, 60, зяких у Вогулі знесены и пахаваны, а маль двухразовое скорошение колькости насильництва, якое проживая на забруженных территориях, и жорсткие обмежавания поведения сельскох спадаршей вытворчасти. Чарнобыльская катастрофа для Гомельской области стала саправдной трагедией. У Институте радиологии выражением проблем, які існують на постчарнобыльских землях, займаются уже 30 годзі. За гэтый шас тут не только назапашены значный опыт, але распрасаваны не один десяток рекомендаций по беспечным проживанні. А пошні шэсь гадоў у Институте развіваецца такі перспектывны на керунок, як аценка рызыкаў. Сёня в учёныя могуць прагнозаваць верагоднацца трымання забруджаны продукцы на любой тарыторый. Улішваецца ўсё, ад кліматычных асаблівастяў до врадлівасті глебы. Асабліву актуальнаць такі прагнозы набылі пасля прыняцца технічнага рэгламенту Мытнага Саюза, які вызначаю дозы утрымання цэзія і стронцыя ў прадуктах харчавання. Згодна з гэтым документам забруджаныць радеонуклідамі мяса павінна быць зніжена ў 2,5 разы. А вырошуванні гародніны на някаторых тарыторіях прызяцца ў воголе выклюшыць. У нас не норміраўаўся стронцыя в овощах. А в таможенном, в техніческом регламентце Таможенного Саюза о безопасности пищевой продукцы Есть норматив – 40 бекирелі. И мы с помощью своих моделей для наиболее загрязнённых районов южных провели такую работу і оценили риски получения этой продукції. Есть земли, де невозможна получить. Разамстым оптимізму в учёные не стражуваюць і реально оцениваюць ситуацію. Толкі за три апошні годы у рамках Саюзной программы по ліквидації наступства Чарнобыльской катастрофы супросонники Інститута радиології Ішерц обследували каля 120 населенных пунктов. Іамаль – 50 тисяч гектаров земель. Навукулцы – пиракананы. З улікам распаду шастки радуи нуклидов, не которые потерпелі території, можна вернусь у господарший оборот. Отрымливаць продукты харчавання на их нельга, а лібы рушваць карма для живёлы можна ўжо сёня. Земли, которые по уровню почвена полдородия имеют балпашни меньше 15, это отдаваць их в лесное хозяйство и возделаваць, то есть проводить посадку различных лесных пород. Что касается порядка 20 тисяч гектар, это рассматривать вопрос о возможностях их возврата в сельскохозяйственный оборот.